Паровоз-танк, паровоз для очистки путей от снега, краны, тепловозы, дрезины, узкоколейки, пассажирские вагоны разных эпох с воссозданным внутренним убранством. Вход доступен внутрь большинства экспонатов. Ведь это Брестский музей железнодорожной техники. Здесь привыкли к многочисленным посетителям. Но этот день особенный. В этот раз принимают 160 гостей из Минска, столицы нашей республики. А еще все эти люди являются лучшими работниками и ветеранами белорусской железной дороги. Наш туристический центр организовал совместно с профсоюзом и Белорусской железной дороги вот такую туристическую поездку, которую мы назвали «Поезд памяти, спустя года звенит победа». Утром мы прибыли в Брест. После этого переехали в мемориальный комплекс «Брестская крепость». Возложили цветы к вечному огню. Потом посетили музей и съездили на экскурсию в пятый форт. После этого мы приехали в музей железнодорожной техники. Далее у нас предстоит посадка в поезд. И там уже будет организована праздничная интерактивная музыкальная программа, песни по военных лет, конкурсы, игры. Мы сегодня хотим создать такую праздничную атмосферу, праздничное настроение, потому что это великий праздник. Я приехала и привезла своих внуков для того, чтобы показать, какой героический подвиг был совершен на этой земле. Огромная благодарность туристическому центру «Дортур» за такую возможность. Это уникальная возможность путешествия на железной дороге. Именно здесь и в музее железнодорожного транспорта. И, конечно, это Брестская крепость. Это пятый форт. И все это приурочено Великой Победе. На импровизированной концертной площадке одна за другой звучали душевные и мелодичные песни о войне, подвиге и победе. Но настоящим сюрпризом для гостей стало выступление ветерана Великой Отечественной войны Андрея Петровича Базилюка, который совсем недавно отпраздновал 95-летний юбилей. Мне было приятно выступить перед участниками «Поезда Победы», потому что эта песня подняла всех, тех, которые лежат в могилах. И мы их должны помнить, пока будем жить. Наша святая обязанность – сохранять и передавать из поколения в поколение правду о самой страшной войне 20 века. Есть издание, книга о воспоминаниях детей, в которой есть такие слова «Войну легко начать, тяжело остановить». Я хочу пожелать белорусскому народу, чтобы они сохранили мир и спокойствие на нашей земле. После концерта всех гостей пригласили на экскурсию в закрытый павильон. И здесь сотрудникам музея также удалось удивить гостей из Минска. Нам очень приятно встречать поезд памяти. Порядка 160 человек прибыло из Минска. И для них мы организовали посещение нашего музея с культурной программой. Здесь могут люди посмотреть уже экспонаты различной железнодорожной тематики. У нас систематический раздел, а также представлено здесь, так скажем, как перрон. То есть два вагона слева и справа. И люди видят, что это похоже на вокзал. И вот в этих двух вагонах у нас оборудованы макеты. Один макет – это два поезда времен царских, скажем так. Это пассажирский состав, который ведет паровоз, и грузовой состав. И они меняют друг друга. Программа выдалась насыщенной и интересной. Ну а участники акций увезут с собой незабываемые воспоминания с героической Брестской земли. И, возможно, еще не раз сюда вернутся.